Долгожданная рубрика «Культура», условно говоря, у нас в эфире. Будем подводить её итоги, будем делать прогнозы вместе с писателем. Вместе с писателем Виктором Ерофеевым, которому удалось наконец-то подключиться к нам в эфире. И я очень вас приветствую, Виктор Владимирович. Да, я вас тоже. Я уже рассказала чуть раньше зрителям, что в этом году у вас вышла книга с замечательным названием «Великий гопник». Но правильно ли я понимаю, что она только на немецком существует? Кстати говоря, просто лежит, не думайте, что для рекламы, а просто на столе, вот видите, такая книжечка. Вот, покажите, да. Я уже посмотрела тоже обложку в интернете, очень красиво сделано. Но правильно ли мы всё поняли? Мы слышим «Великий гопник», и у нас в голове играет определенная пластинка с одной фамилией. Или это скорее собирательный, может быть, какой-то образ? Вы знаете, это роман. И поэтому в этом романе, кроме как «Великим гопником», никто этого человека не называет. Дело в том, чтобы написать о диктаторе, чтобы написать о человеке, который мог починить себе всю Россию, видимо, надо было создать роман «Видений». И это одно видение идёт за другим, не в хронологическом порядке, не как биография. И с другой стороны, она сталкивается постоянно с идеей людей, которые связаны с культурой, люди, которые разрушаются из-за него и так далее, и так далее. Поэтому насчёт человека вы угадали, но давайте скажем, что это романный образ. Не потому, что это страшно писать о нём, а потому, что, чтобы его понять, надо, видимо, нырнуть в фикшн, видимо, нырнуть в романное повествование, в художественное. Да, Виктор Владимирович, всё-таки гопник — это довольно определённый образ. Это образ, который противостоит какой-то высокой культуре, каким-то человеческим добрым отношениям. Скажите, вот мы не можем почитать ваш роман, те, кто не читает на немецком, по крайней мере. Скажите, есть ли кто-то, может быть, это опять же не конкретно, да, но вот в мире образнов, может что-то или кто-то противостоять вот этому гопничеству, которое абсолютно очевидно процветает сейчас? Ну, вы знаете, дело в том, что русская культура по своей идеологии, по своей художественности, по своей силе, конечно, противостоит. Отсюда и родился роман. С одной стороны гопник, а с другой стороны русская культура и маленькая частичка её. Это мы все вместе, мы с вами все вместе и пытаемся противостоять. Но так оказывается, что в наше время порою культуру он накрывает собой великие гопники и подавляет, что мы увидим прямо буквально каждый день. Вот. Поэтому, чтобы расшифровать этот образ, его сознание и подсознание, вот пришлось пробегать на такой эстетике видений. Роман начинается с видений, кончается с видениями, но они очень конкретны. То есть вы входите в этот, условно говоря, художественный туман видений, и лучше, не хуже видеть, а лучше видеть тому, что происходит. Но так, по крайней мере, говорят немецкие газеты. И мы, что можно сказать, уже 15 тысяч экземпляров продано для Германии, и это очень хорошо. Виктор Владимирович, скажите, как вы встречаете, как вы ощущаете, с каким чувством вы читаете новости о гонениях на писателей, на русских, в России, разумеется, которых в последнее время очень много. Там, например, запреты Быкова, экстремиста Кунина. Как вы это воспринимаете, как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, я воспринимаю без удивления. Ну, меня вообще всю жизнь травили. Тут нас с Сорокином и Сулинской тоже немножко подцепили. Но, может быть, даже в какой-то степени, а то, что нас подцепили и ударило по тем людям, которые более, что ли, радикально выступили по военной линии. Но я хочу вам сказать, что, в общем, никакого удивления нет. Как во времена Метрополя, когда гонобили нас, так и сейчас. В общем-то, русское самодержавие, оно всегда выступает против плюрализма. А культура — это и есть плюрализм. Культура — это и есть борьба с энтропией. А русское самодержавие есть энтропия. Вот вам прямо противоположные вещи. С другой стороны, можно сказать, что борьба с энтропией и в этом смысле русская культура растёт просто по, что называется, растёт, идя по самой кромке пропасти, иногда туда проваливается в ужасе. Но она даёт какие-то вещи, которые имеют бесконечную фантазию, воображение, смыслы и так далее, и так далее. И в этом смысле культура потрясающая у нас. Вы знаете, я очень много путешествую, и куда-нибудь приедешь в Тегеран. Вот у меня вышел хороший Сталин, роман в Тегеране, или вот сейчас был Бразилия. Первое, что говорит, а мы так любим Достоевского, так любим Чехова. Это навсегда. И мы должны знать, что великий гопник, он отсидит и пройдёт, а вот эти люди, это мы. Я имею в виду мы, как коллективное такое творчество, именно сражающихся против этой энтропии. Виктор Владимирович, как вы думаете, сейчас много ли, может быть, даже что-то знаете, много ли в России сейчас пишется в стол? Понятно, что там ничего издать, даже образного, полного образов романа с названием «Великий гопник» нельзя. Много ли сейчас пишется в стол? И будет ли когда-то потом некий целый пласт, может быть, литературы, написанный вот в эти годы российскими писателями? Я думаю, что всё-таки не в стол. Это была советская традиция, такая самознательная. Я думаю, что есть люди, которые считают, что всё равно, как бы тут было неплохо, есть какие-то, пока по культуре наносит точные удары. Я думаю, что, скажем так, эти вещи остаются в столе, или эти вещи попадают в какие-то те зоны репрессий, которые совершенно не нужны писателям, а нужны просто для травли. Я не думаю, что мы повторяем Советский Союз. Мы вошли в другую совершенно зону. Ведь наш великий гопник, он устраивает войны от того, что ему скучно. То есть в этом смысле он такой классический диктатор вот всех времён и народов, когда ему не надо придумывать идеологию, а ему просто мирное время неинтересно. Огнать Европу не получается. Америку бежать в Португалии, как ему предложил Ельцин, зачем? Постыдно. И вот война, войнушка. Вы смотрите, как он оживляется, как у него блестят глаза, когда он пистолет, хотя бы пистолет, как он целится куда-то. Это же поразительно. Но он оживает, он человек войны. Человек войны, и при этом ещё у него есть удивительная способность быть бесчеловечным. Когда это соединишь, вот, собственно, и начинает у нас рождаться такое прямо у нас в нашем разговоре с вами такое вот уже видение человека, у которого горят глаза, и который при этом бесчеловечный. Вот такая. Это довольно классический пример. Я бы даже сказал, что в этом смысле он, как диктатор, он поклассичнее, чем Сталин. Более классичный. Мы весь этот год некоторым образом ждали какого-то кризиса режима, да, особенно на волне, когда была история с Пригожиным. Всё время ждали, что тут что-то там внутри какая-нибудь гайка кремлёвская заклинет, и что-то начнёт разваливаться. Но к концу года поняли, что произошёл не столько кризис режима, сколько кризис морали. Я думаю, даже до вас докатилась эта история, там, с травлей каких-то артистов, которые не в том виде показались, и якобы лично Путину показали их фотографии, и очень его разослили. Как вы думаете, вот, что за мораль у Путина, когда он говорит за традиционные ценности, родитель номер один, родитель номер два, не допустим этого всего, как вы думаете, он это искренне, или это просто игра в то, что это понравится его зрителю? Ну, вы понимаете, дело в том, что разведчик, это вообще человек большой игры. И докопаться до сущности трудно, потому что он говорит те вещи, которые фактически необходимы для тех или других целей, и совершенно не связаны с истиной. Вот получается так, что правда – это то, что ему выгодно, а истина – это то, что не выгодно. Что касается этой вечеринки, я как раз, кстати говоря, буквально вчера написал большую статью для Франко Геманина об этом, называется «В Москве взорвалась секс-бомба». Дело в том, что это очень показательная вечеринка. Ведь всем хотелось показать на том конце идеологии, что это народная война, что все там в очередь стоят, и так далее, и так далее. А вдруг выяснилось, что всем плевать вот этим звездам, которые крутятся вокруг Кремля, им просто на все плевать. Это очень, конечно, оскорбительно с точки зрения гражданственности. Тут можно сказать, ой, не повезло великому гопнику на народ, но, с другой стороны, это показательно, что, в общем, даже эти прокремлевские звезды, и многие из них очень талантливы, безусловно, они как бы предпочитают быть раздетыми, нежели в камуфляже. Да, спасибо большое, Виктор Владимирович, что пришли. Писатель Виктор Ерофеев был в эфире программы «Воздух». Спасибо, с Новым годом. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду «Ходорковский лайв», которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе.